Сложная игра. После того, как Александр Вячеславович Бразевич покинул пост главного тренера, Сулцкий сыграл пять игр, две выиграл, три ничья пропустили, только два мяча. Готовились к ней, было видно, что легко не будет. И в Батте очки отобрали в прошлом туре. И видно, что дисциплинированная команда, которая знает, как играть, знает, как добиваться результата, очень хорошо бежит в контратаку, очень плотно играет сзади. Поэтому наша задача была не дать им это сделать, лишить козырей. В начале матча были моменты, у Сулцка немножко не справились. Потом, я думаю, что в этом плане не было больших проблем, не было остроты у наших ворот. Задача была дождаться своего шанса. В первом тайме не использовали. В втором с помощью стадарта забили. Считаю, что победили заслуженно. По содержанию игры, прокомментируйте в коротеньких. Или победители и не судили. Игра понравилась тем, что мы взяли сегодня три очка у непростого соперника. И видите, что, опять же, вернусь в прошлую игру, и ботэ было непросто. Очень сложно взломать такую шаванированную оборону. Мы пытались действовать разнообразно. Но, к сожалению, не так много моментов было у соперника, как этого хотелось бы. Пытались и с помощью ударов. У Седько был первым таймом удар, когда воротарь ему подарил эту возможность. Пытались и через фланги вскрывать. Потому что очень насыщенно была середина поля. И можно было вскрыть фланги, доставить мяч в штрафную. Пытались это сделать. Пытались доставить мяч за спину защитникам. Но забегали его вне игры. И поэтому то, что мы туда доставили мяч за спину защитникам, всегда была острота. И вот на это нацеливали. Много было поперек. Меняли направление атаки с фланга на фланг. Успевали перестраиваться. И не так много свободных зон было, которые можно было испортить. Которые позволили нам соперник. Уже когда в конце матча счет не устраивал. И они побежали отыгрываться. Вот тут появились зоны, которые мы использовали. Но не воспользовались теми моментами, которые были у ворот Сузка. Возьмите вопрос. Больше кадров. Кословский Сузк нам не плохо сыграл. В прошлой матче, да? За битвы в прошлом году Загиначу дал. Что с ним делал? К сожалению, матч в Жудино отдался нам сложно. И в плане потеряли футболистов. И Матвечик травму получил. И Козловский травму получил. Восстанавливается. Ждем их. А насколько серьезная травма? Простяжение. Хотелось бы, чтобы он побыстрее вернулся в строй. А с Матвечиком как? Подвернул голеностоп. Пока в общей группе не тренируется. И еще достаточно времени до уже бага не играет? Да, к сожалению, да. Тоже травма восстанавливается. Поэтому, ну, футболы, такой вид спорта, к сожалению, бывает травма. Поэтому ждем, ждем, конечно. Сейчас каждый футболист на ее золото. Ждем быстрейшего их возвращения в строй. Еще такой вопрос. Понятно, что вы будете больше осведомлены в любом плане об этом вопросе. Что вы видите, как футболисты готовятся в недельном цепи к матчу. Условно говоря, Малашевич, Ермакович, Совкин еще не готовы к тому, чтобы начать с старта матча и приносить пользу команде. Потому что понятно, что перед вами стоит задача. Вы ее выполняете и решаете на одних футболистов операции. Но вот молодые парни, в каком функциональном состоянии для того, чтобы весь матч работать? Потому что, условно говоря, сегодня Малашевич вышел и неплохо смотрелся. Ну, на всех рассчитываем. В недельном цикле вообще никому претензий нет. Опять же, из своих соображений тут сейчас пойдет сложный график. Часто игры попытаемся по возможности ротировать. Плюс карточки. Сисько следующий пропускает чертная карточка. Но тут у нас обойма. Я считаю, что довольно качественно. Каждый футболист может каждого поменять и использовать свой шанс на балловой счете. Впереди финальный тур чемпионата. Какую задачу команда ставит перед собой на финал в плане турнирной позиции? Хотелось бы подняться как нужно выше. Тут позволяет календарь. Мы играем практически с теми командами, которые рядом находятся в турнирной таблице. И тут в очном противостоянии будет уже ясно, какое место мы займем в итоге чемпионат. Вопрос мы задавали Александру Владимировичу Бориновичу по поводу того, что сейчас все команды равны. Каждый может дать друг другу бой. Поэтому, как я сказал, что забирают точки Борисова. Мы задали ему такой вопрос по поводу того, что подровнялись команды по уровню. Но это следствие того, что команды, которые в прошлом выгодили, стали более качественно играть. Или же наши лидеры стали немножко слабее? Я думаю, что лидеры стали слабее. Большой отток качественных легионеров. И я думаю, что понятно, что все хотят совершенствоваться, развиваться. Но мне кажется, что лидеры немножко тратили те позиции, на которые были раньше. Для чемпионатов в целом это хорошо или плохо, что все более-менее равны? Ну, я думаю, что это плохо, потому что все отражается на еврокубках и так далее.